всех приветствую на нашем канале мы рады вам представить нашу новую заточную систему тест проф кадет эксперт посмотрим что внутри в комплект точилки кадет входят инструкция набор zip основание со складной дуговой стойкой поворотный механизм два стандартных зажима и держатель абразива который поставляется в разобранном состоянии перед установкой стойки в рабочее положение убедитесь что винт жесткой фиксации закручен до упора затем поднимите дуговую стойку до щелчка для жесткой фиксации выкрутите винт до упора и убедитесь что конструкция стала монолитной для складывания стойки закрутите винт жесткой фиксации до упора и затем нажмите на кнопку придерживая стойку рукой не допускается складывание стойки с установленным поворотным узлом не допускается резких ударов стойки о подставку и не допускается складывание с выкрученным винтом для удобства хранения шарнирный узел может быть снят для его установки поместите шарнирный узел в посадочное гнездо с легким нажатием установите винт барашек на удобную для работы сторону зафиксируйте шарнирный узел с помощью винта барашек рукоятка фиксации для поворотного механизма поставляется отдельно поворотный механизм вы можете располагать как для левши так и для правши фиксация происходит закручиванием винта с достаточным усилием так чтобы поворотный узел плотно прилегал к дуговой стойке для установки зажимов выкрутите винт и установите зажим на рамку поворотного механизма закрутите винт до упора так чтобы зафиксировать максимально плотно зажимы можно располагать по всей длине рамки в том числе на одной стороне для сборки держателя абразива ослабьте винт вставьте держатель в соединительную муфту до упора и закрутите винт также на соединительную муфту ставится кронштейн парковка затем вставляем держатель абразива в шарнирный узел и устанавливаем его на парковку для установки абразива с бланком стандартной длины 160 миллиметров мы подтягиваем подвижный упор на себя преодолевая сопротивление пружины устанавливаем абразив в неподвижный упор и отпускаем подвижный упор для того чтобы зафиксировать если для работы мы будем применять абразива различной толщины то мы рекомендуем нивелировать разницу в толщине для сохранения угла заточки для этого перед началом работы мы берем первый абразив ослабляем винт фиксирующий шарнирный узел поднимаем шарнирный узел на высоту абразива при этом используем выступ на шарнирном узле который должен слегка прилегать к поверхности абразива и фиксируем положение шарнирного узла винтом закручиваем его теперь если нам потребуется сменить абразив на более толстый или менее толстый мы также откручиваем винт и фиксируем толщину следующего абразива таким же образом для того чтобы предотвратить срыв абразива в процессе заточки мы задаем ход держателя абразива с помощью ограничителя ограничитель снабжается специальным резиновым кольцом сначала мы надеваем его на штангу а затем надеваем сам ограничитель и фиксируем его с помощью винта для установки угла заточки необходимо ослабить винт и переместить поворотный узел по стойке до совмещения указателя с нужным значением угла по шкале углов заточки после этого мы затягиваем винт для прочной фиксации поворотного механизма обратите внимание что на складной дуговой стойке имеются условные обозначения они показывают те углы заточки которые необходимы для различных видов ножей более подробно вы можете увидеть их в этой таблице обратите внимание что значение представленные в таблице соответствует вылету ножа 17 миллиметров от края губки для предотвращения повреждения ножа в зажимах мы оклеиваем его малярным скотчем зажимы можно располагать на рамке в зависимости от геометрии ножа в том числе и на одной стороне мы затягиваем зажимы нашей фирменной отверткой тс-проф на 4 миллиметра затягивать надо достаточно плотно для того чтобы нож фиксировался максимально жестко вот он надежно зафиксирован в зажимах при этом важно не перетягивать винты чтобы не допустить выгибания губок в обратную сторону при этом необходимо помнить что зажимы должны плотно прилегать к ножу и не иметь зазора в зависимости от сферы применения ножа вы можете самостоятельно выбрать угол заточки сейчас на экране вы видите таблицу с рекомендуемыми углами заточки вы можете поставить видео на паузу и внимательно ознакомиться с ней для более точного выставления угла мы воспользуемся электронным угломером для этого мы упрем абразив в держателе на лезвие установленного в зажимы ножа поставим угломер на площадку для угломера и обнулим его затем устанавливаем его на площадку для угломера на поворотном узле и плавно перемещаем по складной дуговой стойке до того угла который нам нужен затем мы снимаем угломер с площадки для угломера и можем приступать к заточке также можно проводить заточку не используя электронный угломер а попадая в тот угол который уже есть на ноже для этого мы пользуемся маркером наносим маркер на подвод ножа устанавливаем абразив в держатель и проводим абразивом по закрашенной части затем нам надо отрегулировать угол таким образом чтобы при одном движении абразива маркер стирался полностью закрашенного участка после того как мы попали в угол заточки мы зафиксируем поворотный механизм с помощью винта для того чтобы камень во время заточки не уходил с ножа мы регулируем ограничитель по крайней точке для этого мы сдвигаем его к шарнирному узлу и фиксируем винтом при заточке работаем всей длиной камня до образования заусенца на обратной стороне для контроля заточки используем лупу или электронный микроскоп после образования заусенца необходимо перевернуть нож для этого мы используем рычаг тянем его на себя затем переворачиваем нож на 180 градусов и затягиваем рычаг будьте особенно осторожны при перевороте ножа и продолжаем заточку поэтапно проводим заточку камнями разной зернистости постепенно уменьшая риску зернистость абразивов выбирается в зависимости от задач даже при грубых обдирочных работах давление на абразив должно быть минимальным в правильной заточке ножа существует множество нюансов подробнее о различных аспектах заточки вы можете узнать на нашем youtube канале после завершения работы необходимо произвести чистку устройства от остатков абразива и металлической пыли для этого мы воспользуемся кисточкой и затем мягкой тканевой салфеткой для исправной работы устройства необходимо периодически смазывать трущиеся поверхности индустриальным маслом храните устройство в штатной упаковке или в защищенном от пыли месте при температуре от плюс 1 до плюс 40 градусов допускается транспортирование всеми видами транспорта при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов в случае транспортирования устройства при отрицательных температурах его использование допускается только после нахождения в течение не менее трех часов при комнатной температуре гарантийный срок на изделие составляет один год с даты продажи но может быть расширен спасибо что выбрали наши заточные системы а заточку этого ножа смотрите в следующем выпуске подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и вступайте в нашу группу вконтакте в следующем выпуске подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и ставьте лайки и в следующем выпуске